привет друзья еще раз для тех кто только подключился кто смотрел наш предыдущий эфир о молочке уже заинтригован наверное предстоящей темой но перед тем как мы начнем говорить о особенностях женского тренинга и питания относительно менструального цикла мы дадим вам немножечко информации конкретно о проектах девчонок которые они готовят специально для вас я думаю они лучше сами расскажут для начала на пару слов о себе да меня зовут алла мою партнера друга наставника элла мы познакомились здесь соединенных штатах поняли что мы очень на одной волне плане здорового образа жизни фитнеса правильного питания как элла часто говорит мало таких повернутых людей на правильном питании как я из тех кого она знает я мало знаю таких как элла поэтому мы в один прекрасный момент решили что нам это действительно очень интересно и нам хочется не только самим жить активной жизнью кушать вкусную полезную еду но и научить этому как можно больше людей потому что в чем я считаю как бы лично мой успех это в том что я от этого процесса получаю удовольствие для меня правильное питание это не наказание гречкой куриными грудками это не какая-то пытка и я не жду когда что-то диета закончится то есть мы нашли для себя образ жизни в котором мы занимаемся спортом кушаем вкусно каждый день при этом прекрасно выглядим я надеюсь самое главное хорошо себя чувствуем нет никаких особых проблем здоровьем и мы решили создать проект проект называется нутрика боди сейчас как раз таки вот первый эфир прямой шел на нашем канале потому что на свой телефон его снимал сейчас он и так идет на нашем канале не на мой тоже снимается но на все канала на всех канал и транслирует да да то есть флорида у меня просто все это питание и здоровый образ жизни были на протяжении долгих лет хобби которые я сейчас делаю своей профессии то есть я обучаюсь в американском американской организации на персонального тренера дальше это будет благодаря мне личный коучер егор меня сейчас можно сказать тренирует не просто как свою клиенту а как в том числе и тренера то есть я пришла к егору потому что меня очень заинтересовал тренинг на разные типы мышечных волокон и школа где я обучаюсь как раз таки тоже препознат преподносит знания и практику персонального тренера с этой позиции до нас мучает или тоже можно сказать спасибо потому что ты пришла уже изначально я вообще пришла к элина с тобой было приятно работать нужно уже была заложена определенная база и гораздо легче было вообще выходить в общий язык с тобой элла остается моим первым коучером и ментором по питанию то есть она продолжает меня русская хорошие русские хорошие слова наставники учитель по питанию год я тренировалась с элой надеюсь переняла ее стиль в том числе немножечко элла очень любит плеометрику элла любит активный тренинг быстрый то есть мы иногда за полчаса успевали сделать вот такую функциональную тренировку и это возможно поэтому я вот у этих двух товарищей надеюсь что беру максимально самое хорошее и скомпоную это что-то свое ну и теперь элла наверное немножечко о себе ну совсем что называется каратенечко вышла я из спортивной гимнастики начала заниматься четыре года занималась очень много лет питание всегда было моим можно сказать призванием поэтому в какой-то момент своей жизни 15 лет я отработала в ресторанном бизнесе шеф-поваром и главным кондитером даже изнутри знаешь эту кухню в прямом и перелосно поэтому когда но все это время я занимался активно в зале и все время даже люди смеялись и говорили что ж такое что это за затощий повар но это в этом-то и проблема знаете наши в ней что повара не пробуют а едят еду поэтому они такого размера но дело здесь не в этом дело вот в чем потом я поменяла свою профессию опять и вернулась к спорту в данный момент к соревновательному спорту 5 лет тому назад я начала активно принимать участие заниматься и выступать в соревнованиях в шоу бодибилдингу то есть фитнес бикини это первая ступень можно так сказать меня это затянуло очень понравилось потому что очень интересно как человек может строить свое тело я вам скажу что вот за все годы своего участия в любом спорте в котором я была я всегда учила что-то новое поэтому каждый день в своей жизни от любого клиента который у меня есть я учусь чему-то новому мы общаемся нас трое мы учимся друг у другу друг у друга без этого просто нельзя нет таких людей которые знают все один человек относится вот Егор специализируется в одной области Алла будет специализироваться в другой я специализируюсь в третьем и так мы создаем более общую картину для людей которые вот смотрят слушают и они что-то для себя почерпнут потому что все разные извиняюсь здесь хочу сделать очень одно важное замечание если кто-то вам говорит или ваш инструктор что он достиг максимума что он знает все то как минимум ему нужно обратиться в психиатрическую клинику как минимум ну а можно начать с советов психолога психолога и понимание величия это говорит о том что человек ну не знает ничего потому что как говорил еще один известный философ я знаю то что я ничего не знаю да и вот ролик к сожалению о котором мы все так сокрушается который не сохранился но был настолько информативными мы первый раз собрались втроем выложили вам очень много информации тамела сказала очень замечательную фразу о том что не стесняйтесь быть учеником и учителем поверьте у всех у всех про атлетов есть тренер не потому что они ничего не знают по питанию по тренингу может быть они знают даже где-то больше чем их не инструктор но как уже здесь говорилось что если вы останавливаетесь на том что вы знаете и считаете что вы знаете все то это вы как минимум стоите на месте но скорее всего откатываетесь деградируете назад это как в жизни да нельзя прекратить быть ребенком родителям и третьим кем я не знаю ребенка мы всегда по отношению к своим детям ты будешь родителям по отношению к своим родителям ты всегда будешь если там что-то третье нет там по моменту родители дети можно добавить еще не стоит прекращать быть жизни учеником да значит вот третье ну что мы определились уже с тем кто что из нас представляет но вы так и не рассказали о своем проекте который вы сейчас вот перед новым годом к чему я вот и хочу давайте девчонки рекламируем и на своем канале и на моем мы сейчас запустили уже марафон он уже идет прошла одна неделя что это такое вот марафон популярная такая штука мы бежим к здоровью и красоте да на самом деле здоровье какова дистанция 21 день да у нас немного участников потому что мы на самом деле и не хотели это наш первый совместный вот такой проект который направлен не просто на информацию которую мы доносим вам да но и требует определенных усилий и участия от вас то есть у нас есть определенное количество участниц которые получили на 21 день рекомендации по питанию план тренировок для дома эти тренировки можно адаптировать и для занятий в зале взяв гантельки утяжелители но поскольку уровень разные занятия прежде всего нацелены на то чтобы заниматься дома без дополнительных каких-то тренажеров и что самое главное это рекомендации по питанию там как бы ничего сложного но как мы вот видим общаясь с участниками многие как бы не понимали что вещи которые вошли у них в привычку на самом деле бывают совершенно ошибочными и они что-то делают читая это правильным не достигая своей цели ну вот хороший пример в прошлом эфире мы обсудили это творог да то есть у творог кефир творог кефир да то есть в наших славянских культурах вот как-то при принято было стало принято ужинать творогом выпивать кефир на ночь и это считается что это правильно конечно это лучше чем кусок торта на ночь мы с этим не спорю но если ваша цель странить этого делать не стоит потом второй момент фрукты у нас тоже принято считать что мы безгранично можем кушать фрукты потому что это клетчатка это полезно это витамины но даже отставим в сторону сейчас вопрос о наличии витаминах в тех фруктах которые мы едим если конечно не вырастила это отдельная тема если это не вырастила ваша бабушка в деревне и вам крупно повезло иметь такие яблочки у себя на столе но если это куплено в магазине аша то вопрос о пользе этого фрукта фрукта все-таки стоит и может быть лучше пропить мультивитаминки а второе как бы мы пытаемся показать что фрукты это прежде всего простой углевод и научить когда его правильно кушать это не значит что фрукты нельзя кушать можно но нужно знать свою порцию нужно знать время когда нужно кушать фрукт и будет вам счастье это я просто привела пример более детально рассказывать о нашем марафоне чем мы занимаемся что мы делаем с нашими участниками я просто хочу добавить одну очень маленькую деталь чем может быть наш марафон отличается от других тем что мы пытаемся показать нашим девочкам что питаться можно разнообразной пищей пища может быть вкусная она даже будет сладкая на вкус если соединить туда правильные продукты потому что правильное питание это не скучная еда это просто банально не ленитесь изучайте читайте подключайтесь и будет вам счастье если вы будете обратить Егора я думаю что мы будем продолжать снимать ролики на кухне я очень люблю готовить Эла вообще у нас профессионал а я очень люблю есть то что готовит Алла давайте я подытожу тогда о вашем марафоне девчонки если вы только становитесь на путь оздоровления если вы только знакомитесь с азами фитнеса именно грамотного фитнеса здорового не того фитнеса который я последнее время постоянно я кстати не люблю кто смотрит мои каналы для меня слово фитнес это не очень хорошо потому что сейчас фитнес индустрия это огромная бизнес индустрия мы с Эллой знаем это лучше всех потому что мы сами являемся владельцами тренажерных залов и поверьте основная задача практически всех тренажерных залов за исключением тех где владельцы такие же повернутые фрики как Элла и я все у нас целено только на одно выкачивать из вас персональные тренировки потому что современный фитнес живет только не за счет абонементов а за счет того как много продается персональных тренировок так вот если вы начнете свои шаги именно с этого марафона девчонки вас очень плавно и грамотно подготовят причем даже не нужно идти в тренажерный зал вы можете попробовать вообще ваше это или нет начав заниматься дома кстати Элла уже рассказала что она очень грамотный специалист и это сейчас не реклама по питанию а может и реклама и спортивному питанию и именно это сподвигло меня попросить не побоюсь этого слова Эллу написать целую большую статью о питании о изменении питания в моей новой книге которая целиком и полностью будет посвящена женскому тренингу женскому питанию восстановлению все что связано с вами девчонки и кстати для зрителей вашего канала тоже скажу что у меня есть конкурс на название данной книги если это название понравится мне я его использую у себя в книге то есть приму его как название книги то вы получите год бесплатного тренинга от меня персонального а если ваш вариант наберет больше всего лайков то вы получите тоже бонус как вступление в мою закрытую платную группу где на каждой на каждую новую неделю мы как раз таки выкладываем тренировки по принципу периодизации о которой говорила Алла с которой мы уже тренируемся следите за всем этим пока лидирует что мне больше всего нравится озвучу девушка одна прислала название крепкий орешек понимаете что это да крепкий орешек или факт фитнес для девочек почему так потому что первая моя книга называется ступени натурального бодибилдинга или факт фитнес ну что я думаю хватит мы наверное затянули уже с предисловием и у себя на канале я обрежу это отдельным видео это будет как знакомство с Элой и Салой потому что в том ролике мы много рассказывали о себе но к сожалению не сохранили а теперь перейдем к основной нашей сегодняшней теме это подход к тренингу и питанию для девочек через призму менструального цикла потому что хотим мы того или нет гормоны влияют даже на нас на мужчин и кто грамотен кто следит за всеми последними исследованиями знаю что и у мужчин тоже бывают вот эти да да и когда мужчина особенно уже в возрасте с животом толстенький это еще хуже на него сказывается чем на женщинах потому что на самом деле это уже скажу вам откровенно не мужчина если кто-то может быть это воспринимает как человека с опытом каким-то таким определенным нет друзья если мужчина не хочет женщину если мужчину ничего не стимулирует это говорит только об одном это уже не мужчина потому что уровень тестостерона упал на нет если ваш мужчина не спит с вами девчонки это говорит по двух вещах либо он вас ну вообще в принципе не воспринимает как женщину либо у него просто уже нет на это возможности это нужно понимать и особенно это нужно понимать девчонкам потому что четыре фазы менструального цикла о которых мы будем говорить сейчас с вами это можно сказать четыре времени года четыре периода которые влияют на вас совершенно по-разному в каждом периоде свой уровень гормонов каждый период требует определенного подхода к питанию и естественно к нагрузкам которые вы даете в этот период перед тем как девчонки начнут делиться своим опытом а почему потому что они обе спортивные потому что Элла вообще всю жизнь в спорте и они дадут все равно больше практических рекомендаций взгляд изнутри конечно как девочки я могу делиться только потому что у меня в принципе в основном девяносто девять процентов моих учеников учениц это девочки есть опыт и практический и теоретический что мы знаем если конечно говорить в общем утрированно насколько я знаю статистически это двадцать восемь дней плюс-минус у всех конечно это очень индивидуально но мы будем делать статистически чтобы вы каждая уже могли принимать это на себя четыре фазы роскоп по полу ах раб ах 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 деск ах не пропустите я уже выпустил ролики и статьи с нормативами с тестами когда переходить с уровня новичка среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед. Сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование. Периодизацию на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз, в группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор, если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массой и силой без травм. Сухой мышечной массой и силой без травм. Сухой мышечной массой и силой без травм.